Здравствуйте, уважаемые зрители! Продолжаю серию видео по электронике. В этом видео хочу рассказать о самом маленьком представителе семейства AVR микроконтроллеров AT-Tiny 10. Он является не только самым маленьким в линейке микроконтроллеров компании Atmel, но и одним из самых маленьких микроконтроллеров в мире. По размерам с ним может сравниться лишь микроконтроллер PIK 10F200, но это совсем другое семейство микроконтроллеров и о нем может быть мы поговорим в одном из будущих видео. Для сравнения помещу рядом AT-Tiny 13 и можно увидеть, что AT-Tiny 10 почти в 4 раза меньше. В этом видео разберем характеристики AT-Tiny 10, его распиновку, а также загрузим в него тестовый скетч. И в конце видео поговорим о том, в каких сферах может быть применим данный миниатюрный микроконтроллер. Начнем с характеристик AT-Tiny 10 и сравним его с AT-Tiny 13 и AT-Tiny 85. Размер AT-Tiny 10 3 миллиметра по длине и полтора миллиметра по ширине. Остальные данные можно посмотреть в сравнительной таблице. Так как в отличие от AT-Tiny 13 и AT-Tiny 85, у AT-Tiny 10 6 ног, нам доступно всего три порта ввода, или четыре, если мы изменим фьюзы и задействуем пин, связанный с ресетом. При своих существенно меньших размерах AT-Tiny 10 обладает тем же одним килобайтом флэш-памяти, что и AT-Tiny 13, но содержит вдвое меньше, чем AT-Tiny 13 оперативной памяти SRAM. И у него полностью отсутствует энергонезависимая память EEPROM. AT-Tiny 13 и AT-Tiny 85 могут быть как в дип-корпусе, так и в корпусе для поверхностного монтажа. AT-Tiny 10 существует только в корпусах для поверхностного монтажа. В данном случае это корпус SOT23. Напряжение питания микроконтроллера от 1.8 до 5.5 вольта. Еще из особенностей AT-Tiny 10, он имеет один 16-битный таймер, два шим-канала и встроенный аналоговый компаратор. О таймерах и работе с внутренним компаратором мы как-нибудь поговорим в отдельном видео. Распиновка AT-Tiny 10 выглядит следующим образом. У микроконтроллера 6 выводов, два из которых служат для подключения питания и земли. В нашем распоряжении пины PB0, PB1 и PB2, которые могут работать с цифровым и аналоговым сигналом. Пин PB3 тоже можно задействовать, установив FuseBit RST Disable. В этом случае мы теряем возможность перепрограммировать микроконтроллер. Для восстановления возможности перепрошивки микроконтроллера нужно подать на пин PB3 напряжение 12 вольт. О работе с фьюзами у меня есть отдельное видео, ссылка в описании и подсказках. Пины PB0 и PB1 могут работать с шим-сигналом. Для удобства дальнейшего размещения на макетной плате снабдим AT-Tiny 10 ножками. Для этого возьмем плату переходник. Расстояние между ножками у AT-Tiny 10 меньше, чем у AT-Tiny 13 и AT-Tiny 85, поэтому нужно использовать переходник размером 0,95 мм между контактными площадками. Смазываем плату флюсом, наносим припой, размещаем AT-Tiny 10 по центру площадки и аккуратно припаиваем с помощью паяльного фена. Можно использовать паяльник с тонким жалом. Теперь можем припаять ножки к переходной плате. Задействованы у нас будут только три центральные ножки с каждой стороны, но я припаяю гребенку по 5 контактов с каждой сторон. Перейдем к загрузке скетча в AT-Tiny 10. Программировать его мы будем среди Arduino IDE, но сначала необходимо скачать и установить библиотеку, ссылка на которую есть в описании. Переходим на страницу библиотеки. Из описания видим, что библиотека предназначена для программирования микроконтроллеров Tiny 10, 9, 5 и 4 и поддерживает два программатора USB-ISP и AVR-ISP-MK2. Важно отметить, что из-за дефицита ног для данного микроконтроллера используется особый интерфейс передачи данных, Tiny Programming Interface. Так что обычные ESP-программаторы здесь не подойдут. Библиотека поддерживает версии Arduino IDE начиная с 1.6.3 вплоть до 1.8.13. Здесь же указан способ установки библиотеки. Нужно скопировать данную ссылку, открыть Arduino IDE, перейти в настройки и в поле дополнительные ссылки для менеджера плат вставить скопированную со страницы библиотеки ссылку. Далее переходим в инструменты, менеджер плат, находим ATtiny10Core и нажимаем установка. Происходит установка библиотеки и ее компонентов. И теперь в платах у нас становится доступна данная библиотека. Библиотеку установили, теперь подключим ATtiny10 к программатору. У меня вот такой вот USB-ASP-программатор версии 2.0. Он, наверное, самый распространенный. Его можно приобрести на Алиэкспресс за 150-200 рублей, а иногда и дешевле. Можно сразу приобрести с вот таким вот переходником для удобства подключения к шестиконтактным ESP-разъемам. Таким, например, как у Arduino Uno, Arduino Nano и многих других плат с AVR-микроконтроллерами. Только всегда уточняйте схему, в какую сторону выведено питание с землей. Например, у Arduino Uno питы питания и земли смотрят наружу, а у Arduino Nano вовнутрь. Если драйвера для работы с USB-ASP-программатором не установлены, то вначале нужно скачать и установить их по ссылке. Она есть в описании к видео. Переходим по ссылке и скачиваем самый свежий архив с драйверами. Далее распаковываем архив. Переходим в папку bin. Далее windriver. Если у вас система Windows, здесь же есть папка для драйверов под Linux. Далее libUSB1240 и запускаем файл installer86.exe или installerx64.exe в зависимости от того 32-разрядная у вас система или 64-разрядная. После установки важно проверить, чтобы при подключении программатора к ПК в диспетчере устройств появлялась новая группа устройств. LibUSBK и USBDevices и внутри USB-ASP. При этом должен быть статус устройства, что оно работает нормально. Итак, размещаем переходную плату с ATtiny10 на макетной плате и подключаем к USB-ASP программатору по следующей схеме. Вот так вот соединение у нас выглядит на макетной плате. Далее подключаем программатор к компьютеру. Убеждаемся, что он нормально определился. Открываем Arduino IDE. В инструментах выбираем плату ATtiny10954. Чип ATtiny10. Частоту не меняем, оставляем 1 МГц. Программатор у нас USB-ASP. Теперь идем в файл, примеры. Ищем примеры для библиотеки ATtiny10Core. И выбираем Sketch Blink. Вот так вот выглядит скетч мигания светодиодом, который подключен к порту PB0. То есть к первой ножке ATtiny10. И далее нажимаем скетч загрузить через программатор. Идет компиляция и загрузка. Загрузка успешно завершена. И теперь подключаем светодиод с уже припаянным резистором к первой ножке ATtiny PB0 и второй ножке GND. Светодиод у нас мигает раз в секунду, микроконтроллер успешно прошит. В заключении хотелось бы немного порассуждать о возможных сферах применения данного микроконтроллера. По мне ATtiny13 и ATtiny85 в соп-корпусе не намного больше ATtiny13, но программировать их намного проще. Есть вот такие вот готовые переходники, куда мы можем поместить, например, ATtiny13, а затем установить его на макетную плату или в самодельный программатор. Запрограммировать, а далее уже припаять на готовую плату. Можно использовать обычные ESP-программаторы, например, ту же Arduino в качестве программатора. И главное создавать и проводить отладку скетча на Arduino, а затем с небольшими изменениями загружать в ATtiny. Программирование ATtiny10 сложнее, так как большинство привычных ардуиновских функций тут не поддерживается. Да и припаивать его на печатную плату требует более ювелирной работы в связи с меньшим расстоянием между его ножками. Я думаю, его можно использовать для создания каких-то очень миниатюрных брелков-фонариков или для создания умной одежды, который будет контролировать температуру и включать подогрев. Так как при его толщине около 0,5 миллиметров в ткани одежды он будет практически не ощутим. Если есть еще какие-то идеи по использованию, напишите в комментариях. Я думаю, по ATtiny10 сниму еще одно-два видео. Попробую на нем реализовать что-то более интересное, чем просто мигание светодиодом. Но основное внимание уделю другим микроконтроллерам, у которых, как мне кажется, больше практических вариантов применения. Спасибо всем за внимание. До встречи в новых видео.